Узбекистан, Таджикистан, Армения и Азербайджан. Именно из этих стран чаще всего приезжают в Самарскую область на заработки. Постоянно на территории региона находится порядка 100 тысяч мигрантов. Работы для них хватает. К чемпионату мира по футболу приток иностранцев увеличится. Большое количество строек, большое количество объектов инфраструктуры сейчас реконструируется. Значительное количество, в том числе иностранных рабочих сил туда прибывает. Мы к этому готовы. Будем мониторить текущую ситуацию. Я думаю, что в целом мы готовы. Самарская область занимает шестое место среди регионов России по выдаче патентов. Сейчас миграционной политикой занимаются все уровни власти. К этому вопросу планируют привлечь и общественность. В каждом городе и районе создадут межведомственную комиссию, в которую будет поступать информация о возможных конфликтах. Своевременно информировали членов комиссии о каких-то возможных национальных конфликтах, о нарушении трудового законодательства, о нарушении какого-то миграционного законодательства. Вот цель Круглого стола такова – выйти с рекомендациями к властным структурам, от которых зависит решение того или иного вопроса. Участники Круглого стола предлагают указывать в патентах специальность мигрантов, чтобы понимать, люди каких профессий стремятся в Самарскую область. Пока в этой графе пишется разнорабочий. Еще одна инициатива – создать единый уполномоченный орган по выдаче патентов мигрантов. Сейчас оформлением и выдачей документов занимается несколько организаций. Все предложения направят в адрес губернатора. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События.